Итак, здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Здравствуйте, взрослые любители экстремизма. Сегодня у нас очень серьезный выпуск. Сегодня мы делаем официальный разбор, то есть как официальное заявление, а тут у меня официальный разбор, я даже не поленился, ситуация с моим уголовным делом. Расписал. Расписал. 11 пунктов. 11 пунктов, которые говорят о том, что уголовное дело инициировано в педалобби. То есть это даже не перегиб одного какого-то конкретного следователя, а конкретное педалобби. Так, начинаем по порядку. В общем, самое, то есть что еще до начала дела, я в Москву ехал из Минска после окончания проекта «Голубятня Геть», то есть после окончания вводной части проекта «Голубятня Геть» на Украине. Ехал, думал, ну все, братский народ спас от «Голубятни». Думаю, сейчас отлично, приеду, покачаюсь, отдохну, в зал похожу, покушаю хоть дома, посплю на диване. То есть мечтал стать овощем? Мечтал побыть овощем, да, пару хотя бы недель, чтобы в форму прийти. И тут узнаю, что у меня в дверь какие-то люди ломятся под видом соседей, которых залило водой. Я так почувствовал неладное, потому что девушка, которая была у меня дома, на Нэнсе, говорит, тут ломятся и уже глазок выкручивают, обещают милицию вызвать и дверь спиливать. Согласись, редко соседи, которые залили водой. Самое главное, хороших людей, хороших соседей водой не заливают никогда. Водой заливают только каких-то гондонов обычно. Или заливают, но люди идут и быстро все решают. А я ехал, надо сказать, из Минска, официально купил билет на свой паспорт, приехал на Москва-Белорусскую. Не как обычно я езжу, я почти всегда доезжаю где-то километров 100 до Москвы, слезаю в Можайске и... Что же ты тайно сдаешь? Что же ты тайно сдаешь? А я не скоро поеду в Москву. Но суть в том, что я просто через соседний вагон обычно вылезаю в Можайске и доезжаю уже спокойно. Ну, ладно, чтобы мусора какие-нибудь не решили меня на платформе принять в Москве. Здесь я все как законопорядочный, законопослушный россияне поступил. Но оказывается, дома обыск, ЦП с следователем Кривовым ломится в квартиру. Значит, здесь вопрос, то есть, если возбуждено дело, если меня не ищут, да, такая серьезная ситуация, почему меня не приняли на вокзале, почему они не пробили по базам, что я не дома, а довольствовались поверхностным ознакомлением с моими статусами ВКонтакте. Сейчас все будет ясно. В общем, дело возбуждено на основании некачественно выполненной экспертизы. Не просто некачественной, а явно то ли заказной, то ли следователь глух и слеп одновременно. На все 100%. Глух слеп и жаден до потеряния плака. Да, эксперт недееспособен. Короче, эксперты нашли фразы, которых я вообще не говорил. То есть, когда я сказал фразу о том, что деды воевали, ну, фразы деды воевали, да, всем известно, все ее слышали. Эксперт ее расслышал как еды и вали. То есть, было сказано, что великая победа, деды воевали. Эксперт пишет, великая победа, еды и вали. Вывод. Я сравниваю великую победу с едой, чем унижаю ее и совершаю противоправные действия. Я первый раз слышу, чтобы можно было что-то унизить, сравнив с едой. Однако я даже этого не делал. Экспертиза левая. Идем дальше. Дело-то возбуждено не за факт съемки видеоролика, кстати, ты знаешь, а чисто за то, что я сделал посты у себя на стене. То есть, ну, как бы, не доказано, что это я, но за то, что посты у меня на стене появились, по версии следствия, именно я это все разместил. Однако... 200 репостов тоже сделал. Да, однако ролик выкинут чурок, который является разжигающим вражду, по мнению следователя. Я репостнул на стену не от себя, не я его делал, я не умею монтировать так качественно. Это просто ролик, с которым я полностью согласен. Что очень многие проблемы москвичей можно решить, введя, ну, если говорить с видным языком, а не таким, как в ролике, введя жесткую иммиграционную политику. Так, значит, было сделано порядка 500 репостов со страницы, где я его взял. То есть, 500 человек согласились с этим роликом и рассказали своим друзьям. Однако, однако, ни на кого из этих 500 человек дело не было заведено. То есть, только на меня за этот репост. Ролики, я ни в коем случае не призываю сейчас следователя Кривого заводить дело на остальных 500 человек. Ты и так уже бисексуал известный. Значит, дальше. Ролики, обзор фильма «Сталинград» и обзор фильма «Около футбола» были сделаны для паблика «Достойный фильм». То есть, ну, я специально делал обзоры для этого паблика. Выкладывал там именно для них, и было сказано вначале, что специально для паблика «Достойный фильм» обзор такого-то и такого-то. Там было сделано примерно по 200 репостов. То есть, ну, и оттуда же на мою страницу все это ушло. Ни на кого из людей, которые посмотрели обзор фильма и посчитали, что он интересен, дело не было возбуждено. Я, опять же, не призываю на них возбудить. Это просто повод задуматься, почему на меня возбуждено дело, да, за репост ролика «Выкинуть чурок», а на остальных 500 человек нет. Вопрос. Ответ очень простой. Но он риторический. Конечно. Никто из остальных 500 не ловил Каминова. Не ловил, да, не ловил замглавы службы судебных приставов Московской области на попытке взять мальчика грязно. Никто из этих 500 человек не ловил, поэтому они следствию не интересны. Однако следствия интересны мне. Обыск происходил, обыск у меня дома, происходил на докладе оперативного сотрудника Мелеха. Мелеха, Мелеха, знаешь, как есть Молох, там еврейский бог Молох, а тут Мелех, еврейский следователь, еврейский оперативник Мелех, оперативник ЦП. Значит, на основании его доклада, в котором было сказано, что по оперативной информации именно из этой квартиры был выложен видеоролик, были выложены видеоролики, где он взял эту информацию, каким образом, почему он решил, что именно оттуда, IP-адреса какие-то, еще что-то. С чего он это взял? Судя по всему фамилии, он увлекается Кабалой. Кабалой, погадал. Нет, они там на такой планшетик духов вызывают, и там да, нет, да, нет. И вот он карту положил, положил планшет, и там духа вызвал и сказал, вот ткни, откуда выложил. И все, и там адрес квартиры, и сразу стрелочка хлоп, в материалах дела, да, это шага гадания, да? Гадания, вот, абсолютно. Да, то есть больше в материалах дела нигде не сказано, почему именно в этой квартире, которая принадлежит моему отцу, надо проводить обыск. Ну, как бы на основании гадания Кабалой. Дальше. Я, естественно, развернулся и поехал в Минск. Но, мало ли, я лучше в Минске еще несколько дней посижу, чем с ментами разговаривать, тем более, что, ну, у меня отношение к ним всегда было такое сугубо, сугубо негативное. То есть я их всегда подозревал в продажности, в какой-то способности доставлять проблемы людям, которым эти проблемы не нужны. И никогда в жизни, вот вообще ни разу, веришь, нет? Ни разу в жизни я не воспринимал сотрудников полиции как защитников, и там, я не знаю... Увысков снижения. Нет, бывшие сотрудники могут уже стать людьми. Действующие сотрудники, то есть вот здесь человек, здесь сотрудник. Оп. Потому что если человек в тебе пересилит, то ты уволишься. Вот. Дальше. В ходе обыска речь шла только о педофилах и вымогательстве. То есть ни следователь, ни оперативные сотрудники ни слова не сказали ни моему отцу, ни адвокату, ни девушке о том, что меня подозревают в каком-то экстремизме, что какие-то ролики были откуда-то размещены. Нет. Они сказали о том, что я негодяй, вымогаю деньги у педофилов, занимаюсь противоправной деятельностью и скоро сяду в тюрьму. Именно за это вот они как бы ко мне имеют претензии ровно такого свойства. А это же они рассказывали соседям, ну, понятым соседям. Типа, вот у вас сосед мерзавец, смотрите, он ловит людей, издевается над ними, а мы защищаем закон. На что соседи ответили, ну, мы не знаем, кто вы такие, чем вы занимаетесь, но Максим человек хороший и занимается делом полезным. А вот что вы лазите по его шкафам и трете здесь, мы как бы не понимаем. Но протоколы подписали. Все, значит, в ходе обыска изъяли вещи никак экстремизму касательства не имеющие и которые касаться вообще не могут. Например... Я видел как-то в домофонах особо экстремистским взглядом. Да, изъяли домофон. Зачем? Может быть, я на домофон снимал видеоролик? Или ко мне Адольф Гитлер приходил? Не знаю. Изъяли протеины у меня все, вот, пюропротеин. Изъяли. Они что думают? Ты протеин экстремизм содержишь? Когда его ешь, сразу... Экстремисты. Да, сразу бежи в город. В город и снимаешь. В баллон со свайкой и свастей провести. Да. Изъяли аминокислоты, изъяли креатин, изъяли таблетки, обезболивающие кетанов или кетарол. Короче, обезболивающие таблетки. Вот у меня болел... В дельте, короче. Потянул я, короче, себе плечо и пил обезболивающие таблетки. Знаешь что? Их не просто изъяли. Значит, следователь ходил с этими таблетками, чуть не плясал. Говорил, что вот это вот наркотическое средство, оно внесено недавно в список запрещенных. И вот за это-то я и сяду, за хранение этих таблеток. То есть, ну, обычно, я как бы скажу так, если человек приходит по делу об экстремизме, он не особо переживает, как бы у меня запрещенного кетарола дома не оказалось. Но, судя по тому, что все закончилось тихо, видимо, это были мечтания следователя. В общем, поизымали кучу всего. Вот вообще майки какие-то изъяли, с Сашей Грей. Ну, типа, это пропаганда чего? Ну, у нее маленькие сиськи вроде и ебется со всеми подряд. То есть, даже тут и не сказать, что пропаганда гетеросексуализма, тут вообще там ад просто кромешный творится. Я не знаю, изъяли. Изъяли. Изъяли компьютер сломанный уже. Хотели посмотреть, что с него кто выкладывал, но компьютер оказался сломанный и жесткий диск разбит топором, к сожалению. Изъяли роутеры. На роутер тоже можно что-то снять или выложить. Это всем известно. Дальше. Переквалифицировали статью 282-ю часть первую, до двух лет. За обзоры фильмов-то два года нормально. На вторую часть, до пяти лет. Почему? Потому что мной были высказаны угрозы применения насилия. Знаешь, в какой фразе? То есть, я рассказываю про фильм «Сталинград», что здесь была убита девушка со словами «Сдохни немецкая подстилка». Я говорю, ну, видимо, скоро в кино будут стрелять Ихачевских подстилок. Это логично. То есть, здесь была рассмотрена с моей стороны угроза применения насилия. Вот, летучие мыши. Я, ну, во-первых, я что, режиссер фильмов, что ли, чтобы это снимать? Это, мне кажется, размышления вслух. И почему-то было в экспертизе указано, что я обрадовался, ну, как-то там, обрадовался тому, что была убита женщина, отдавшаяся врагу. Я, наоборот, осудил такое отношение, потому что девушка была изнасилована. Вот, и уж тем более фразой, что в кино скоро начнут кого-то убивать, я не могу никому ничем угрожать. Но я, к сожалению, не режиссер большого кино. Вот, и еще ни одного моего ролика на большом экране не показывали. Не показывали. Но вот эта фраза, вот такая, больше философская, да, она была истолкована как угроза применения насилия. И уже пятерочка. Вот. Ну и, соответственно, под амнистию не попадаю. Вот. Далее идем. Ну, это все, естественно, только в целях воздания по справедливости. Чисто по закону. По закону, чисто за закон переживает наш бисексуал Кривов. Задержали Нэнси и Анжеля. То есть они ехали в Минск ко мне в гости. Ну, естественно, никому об этом не говорили. Во-первых, была прослушка телефонов Нэнси. Естественно, что незаконное, нигде это не установлено, но вряд ли получится доказать. Дальше задержали, надели наручники. А тогда еще была первая часть этой статьи. То есть свидетелем, свидетелем преступления, свидетелем в уголовном деле до двух лет, легком в уголовном деле надели наручники, положили лицом в асфальт. Анжея били, оскорбляли, доставили в отдел полиции. Не дали ни позвонить родным, близким, ни адвокату. Вели допрос. Естественно, что его называли и пидорасом, и гандоном, и что вы занимаетесь плохими делами, вымогаете деньги у педофилов. Ну, как обычно все. Нэнси называли шлюхой, мразью, тварью, что она тоже сядет. То есть, ну, все нормально, как бы следствие работает, изучает материал. Вот вы представьте просто себе, что вы стали свидетелем, свидетелем, ну, допустим, ДТП. Ну, или драки какой-нибудь на улице. Ну, даже драка на улице, это уже более тяжелая статья. Вы стали свидетелем, но не хотите выявляться в милицию. Вас хватают возле подъезда, избивают, притаскивают, называют. Мразью, говорит, ты сейчас, сука, сдохнешь. Ну, почему ты с хотением? Анжей, никто не пытался вызвать. А, да, Анжей, кстати, даже и не вызывали. Ну, просто хватают, избивают, наручники. Ты видел, как? Ты уже свидетелем. Я не знаю ничего. Ах, ты, мразь, ты сядешь сейчас, если не скажешь. Машина врезалась, да? Вот врезалась машина там, и у кого-то нога сломана. Ну, это уже уголовное дело. Ты сейчас, тварь, ты сядешь уже, ты уедешь вместе с этим водителем. Я не знаю, может быть, в центре по противодействию экстремизму западного округа, я, кстати, уверен, что это уже не центр по противодействию экстремизму, а центр поддержки эдуардов западного округа. Это нормально. Но будет, естественно, разбираться их руководство, которому написаны жалобы, которое должно будет спросить, спросить с них. Далее. Объявили в международный розыск. Меня объявил в международный розыск следователь Кривов и поручил искать меня в Беларуси, операм ЦПЗАО. То есть тем же самым операм, которые ведут сопровождение дела. Я, может быть, поясню, что международный розыск, ну, такая вещь интересная. Опера ЦПЗАО не могут приехать в Беларусь и меня там схватить. Они не могут приехать на Кубу сюда и меня схватить. Ну, в теории, конечно, могут, если им следователь Кривов и своей же зарплаты даст денег на перелет и, может быть, на самолет чартерный, что они меня схватят и в объезд всех постов таможенных увезут. Они наймут подводную лодку. Подводную лодку, да, кстати, могут. Из своих денег. Дважды нарушить законы. Трежда. Да. Нарушение границы двукратное и бандитизм может получиться. Похищение человека. Похищение человека. Ну, в общем, даже лет по 20 дадут. Дадут лет по 20 и дефлорируют. Что такое международный розыск? Ну, я, может быть, опять же поясню. У нас не одна страна с Белоруссией и о чем прекрасно знает товарищ Кривов. Но, тем не менее, поручать международный розыск ЦПШ-никам. Хотя должен бы подать материалы о международном розыске в Интерпол. В Интерпол. Вот сегодня, наконец-то, в газете «Известия» появились комментарии от представителей Интерпола, которые сказали, что, во-первых, к ним не поступало такого материала на розыск меня. Во-вторых, они не могут его... Взять рассмотрение, потому что по политическим статьям, 282-я статья, все-таки политическая, Интерпол не работает. Ну, просто в уставе Интерпола прямо сказано, что не работают и не ищутся. Преступления экстремистские, политические, религиозные, расовые. То есть... Такая ситуация интересная складывается. Он написал эту бумажку, которая является, прямо скажем, незаконной. И мало того, МВД тоже дало комментарий газете «Известия», в которой сказали, что и у них на меня никаких материалов нет. То есть, оказывается, вот я сегодня узнаю, что меня даже и в Москве-то, в России-то никто не ищет, кроме ЦПЭ-зала. То есть, ну, как бы розыск такой у них, корпоративный. То есть, оказывается, меня ищет один отдел ЦПЭ и один конкретный следователь. А вот что заинтересовало конкретно этого следователя и так плотно спаяло его с сотрудниками ЦПЭ, это вопрос, опять же, риторический. Значит, следователь Кривов не уведомляет адвоката о ходе следствия, о заседаниях, суда, не уведомляет его вообще ни о чем, хотя должен, ну, чтобы адвокат мог оспорить, предоставить какие-то доказательства, предоставить доводы, ну, и, в принципе, это... То есть, материал, да, пропала экспертиза, собственно, на какой он основывал все дело, он ее изложил просто своими словами. Да, следователь Кривов не предоставил суду экспертизу. Он перефразировал ее, ну, чтобы не было там еды и вали, тралить или просто пересказал ее коротенечко и предоставил суду уже свою версию. За свою версию. Как-то негативные отношения к победе России в Великой Отечественной войне. Слово «святое» заключается в кавычке, а все заслуги сводятся к весьма неопределенному понятию «деды воевали». То есть, вот здесь следователь сам перефразировал, уже как бы расслышал, что деды воевали, а не еды и вали. То есть, все вопросы о том, кто воевал, против кого и во имя каких целей, игнорируются. По сути, приравнивая Отечественную войну к операции наемников. То есть, я, делая обзор фильма «Сталинград», должен был полностью... В речи свои расставил кавычки. Расставил кавычки. Но мало того, я игнорировал заслуги, вопросы, кто против кого воевал. Я должен был полностью это разобрать. То есть, обзор фильма «Сталинград» должен был быть где-то 40-минутным. Понимаешь, не менее того, иначе я, конечно, унизил заслугу советского народа в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Да. Очень интересно, что во всем этом деле так и не высказано, против какой конкретно социальной группы я разжигал вражду. Ну, вообще нет этого. Тут написано, что у меня негативные отношения ко всем инородцам, не арийской расы. Не очень понятно. Я болел за немцев в фильме, посвященном Великой Отечественной войне, то есть за врагов России, тогда СССР. Ну, и что? Где мне запрещено за кого-то болеть? А в Европе, между прочим, ну, так, на вскидочку, коммунизм вообще запрещен и призван преступной идеологией. В общем и целом. А также у меня, значит... О, ну как это? Демонстрация негативного отношения ко всем претендентам на пост мэра Москвы ввиду их отказа от жесткой миграционной политики, одновременно навязывая лозунг «Выкинуть чурок». То есть, ну, это по поводу того самого ролика «Выкинуть чурок». Здесь я скажу, да, у меня негативное отношение ко всем кандидатам на пост мэра Москвы и именно за это. И что это? Может быть, уже до пяти лет карается у нас? Не знаю, не знаю. Короче, ну и последнее, самое веселое, что скоро, то есть буквально через неделю начинается кампания в средствах массовой информации. Мы начинаем активно выкладывать пресс-релизы, проводить митинги, пикеты, рассылать жалобы, заявления на действия следователя, на действия оперативных сотрудников ЦП и на всех остальных голубчиков, которые принимали участие в фабриковании уголовного дела против меня. Почему? Допустим, на Филиппа Дионеца тоже возбуждено уголовное дело, тоже по 282-й статье за разжигание вражды в отношении социальной группы гомосексуалисты и бисексуалы. Ну, тоже за ролик, где он поймал какого-то извращенца. Ланжек Митица проводился дома обыск, на него давили, запугивали его мать, что посадят в тюрьму. Еще всем активистам, которые принимали участие в задержании Андрея Каминова, звонят неизвестные. Звонят неизвестные доброжелатели и предлагают поменять свои показания. Ну, просто поменяй показания, все будет нормально, и у тебя не будет проблем ни как у Анджея, ни как у Максима, ни как у Филиппа, все будет ровно. Далее. Мне пришла информация, что к разным высокопоставленным сотрудникам, то есть информация приходит таким образом, что я не могу ее как-то подтвердить, но тем не менее я ее сейчас озвучу, и в случае необходимости мы сможем все это доказать. к высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов до момента своего задержания, но после момента съемки видео с участием Андрея Каминова, приходил этот самый Каминов, предлагал деньги за возбуждение против меня уголовного дела по любой статье, хулиганство, грабеж, возбуждение вражды, что угодно, чтобы я не мог уже на его суде давать никаких показаний. Это я и не хотел. Но вопрос в том, что если вдруг по материалам вот этого моего публичного заявления, что Андрей Каминов ходил и предлагал деньги за мою посадку, следствие какое-нибудь или там управление внутренней безопасности решит возбудить дело, то пожалуйста свяжетесь с моим адвокатом Матвеем Дзеном. И я думаю, что сотрудники, которые эту информацию передали, ну все-таки согласятся дать показания о том, как все это происходило, потому что дело серьезное и нельзя допустить такого прецедента. Один раз педофилы, ну как один раз, педофилы посадят меня, педофилы пересажают все филиалы, окупай педофилей, все. Детишки в России опять останутся один на один со своими друзьями, со своими друзьями, дядями Эдуардами и Андреями Каминовыми. Это официальная часть, сейчас прошу под роликом ссылка на петицию, под роликом ссылка на статью о том, как написать жалобу разного рода онлайн приемные на действия оперативников, на действия следователя, на действия экспертов. То есть надо просто щелкнуть по носу людей, взявших немножко денег. Деньги должны стать им поперек гонок. Вот так, меня может быть спросит, а чем я занимаюсь на Кубе, кроме того, что бегаю, качаюсь, кушаю и пишу статьи о том, какой нехороший следователь взял деньги и разбудил на меня дело. Прежде всего я координирую деятельность движения «Окупай педофиляй», работа продолжается, «Окупай наркофиляй» тоже продолжает свою деятельность, ловит барыг, движение «Реструк» продолжает развиваться, расти. У нас несколько новых проектов. Во-первых, это защита домашних животных, то есть помощь приютам для бездомных животных, это помощь детским домам. Будем развивать, искать волонтеров, отправлять их в волонтерскую деятельность. Это первое. То есть это чистая благотворительность, и здесь, в принципе, даже придраться не к чему. Второе. Это помощь узникам совести. То есть людям, осужденным за их взгляды. Не за преступления, а за их взгляды. То есть, ну, если я не стал узником совести, по чистой случайности, в этот раз, в прошлый стал, то много людей, которые сидят реально за преступления, с точки зрения правосудия, на самом деле за свои убеждения. То есть им мы будем помогать. Будем возобновлять проект ПО Феникс, будем развивать. Самое главное, последние, в последние дни я хожу шокированный, да, я изучил проблему ГМО. Мамка сидит, смотрит. Изучил проблему ГМО. Короче, этой проблемой тоже я теперь буду заниматься очень активно, потому что корпорации, которые насаждают ГМО по всему миру, и в том числе в нашей стране, они на самом деле несут с собой, являют собой мировую закулису. Да, если можно говорить как-то абстрактно про мировой заговор, то здесь это конкретно так и есть. и будущее наших детей зависит от того, сможем ли мы остановить посадку ГМО в России или нет. Но это все очень серьезно, я об этом сниму отдельный выпуск и буду много внимания теперь этому посвящать, что вы сможете все увидеть и посмотреть. Так что еще раз. Внимание, на все эти проекты нужны добровольцы, те, кому это интересно, кто готов это тянуть. Да. В связи с нашей ситуацией, под роликом ссылка на статью, ссылка на петицию. Подписывайтесь, ставьте лайк, делайте репост этого видео и сломаем педофилам жизнь. До новых встреч. До новых встреч. Слушай, ну вот туда, может быть, тут...